Эволюционная экономика приодолевалась в следующей характере в ортодоксе. О чем, собственно, она будет? Саша, чуть-чуть громче, можно? Я там не слышала? Да, ну, как бы я... Вторая встреча на сегодня, просто, извините, я уже немножко голос начинаю сдавать. Вы видите, здесь внизу слова Горация, если их перевести с латыни, то это будет не присягать на бедность словам ни одного человека. В принципе, это девиз Лондонского принадлежского общества, где это основная теза, все стали под сомнением. Вы испытываете себе этот нездоровый скептицизм относительно любых понятий, явлений и всего остального. По-моему, это здорово, и так стоит, на самом деле, поступать. Что у нас относительно экономики? Экономика такая очень интересная наука. Она очень забавная. Как правило, ее рассматривают в двух плоскостях. Макро и микроэкономика. Что она изучает в принципе? Она изучает потребление, производство, потребление и распределение вот этого всего, и на то, что она занимается. Изучают ее в двух плоскостях, на макро и на микро уровне, то, что вы можете слышать, там, макроэкономика, микроэкономика, там, какие-то процессы, которые у нас происходят. Макроэкономика изучает все это на уровне государства и, соответственно, смотрит на это с позиции государства и взаимоотношения с другими государствами. Микроэкономика, да, я сейчас несколько утрирую, да, то, чтобы было понятно. А микроэкономика все это смотрит с позиции цель компании. Как это внутри происходит и как люди на это все реагируют, опять-таки изучают повеление. Как в любой другой науке, математике, там, физике, лингвистике, что если какой-то процесс проходит, его можно померить. Точно так же в экономике померить все можно с помощью определенных показателей. Один из таких показателей, который, это такая страшная-страшная страшилка для всех, это три буквы страшные в РУП. Они приличные абсолютно и означают валовый внутренний продукт, то есть то, сколько было произведено товаров и услуг, конечных товаров и услуг в границах какого-то государства за тренировый период. Это подчеркнуло эти, собственно, самые важные слова, точные товары и услуги, границы и цен конечного покупателя. Значит, идея заложена в этот показатель очень простая. Если что-то было произведено, значит, что-то должно быть продано. Ну, и спрос рождается снижение, то есть все вот эти доктрины, которые нам вкладывают, которые мы понимаем, так или иначе, все на этих вот основных трюбов. О чем оно говорит? Вот этот вот показатель ВВП, который все, собственно, имеет, по сути, это тот показатель, которым страны меряются между собой. Чем у меня больше, лучше это или не лучше, считается, что чем больше ВВП, тем лучше страна. Значит, Украина сейчас, здесь данные 2014 года, это данные Всемирного банка, собственно, у нас было, который подавляет средств всех показателей странам и выстраивает какой-то другой проект. То есть это не рейтинг, это рейтинг, это рейтинг, это классификация по одному правилу, конкретно вот произведенная товарочник. Украина занимает 55 место из, если не ошибаюсь, от 193 страны. На самом деле, ну, как бы, но их живох, они не хорошо, я привела тут немножко соседей наших, ну, они как бы много звантов, чего вы, я тоже хочу. Десятка, можете посмотреть, и сразу видно, кто туда входит, но еще раз говорю, считается, что чем больше ВВП, тем это просто замечательно. Идем дальше. А вот теперь самое печальное, может быть, у нас сегодняшний момент, и то, что на самом деле не работает. Как оно работает, да, вот тут ситуация противоположная, как он не работает, и почему оно не работает. Значит, что входит в ВВП? Во-первых, стоимость произведенных товаров и услуг. Она не считается денежных единиц, это не что, как соответственно, да, и учитывается в будущих рыночных ценах. Что, о чем ты говоришь? К примеру, у нас есть один год, когда у нас стоимость одного яблока была равна стоимость одной груши. Ну, это можно было за одно яблоко, да, за одну грушу купить одну яблоко. Отлично. Берем следующий год. За это же одно яблоко теперь дают две груши. Ну, почему так? Изменились предпочтения. То есть никакого роста мы не наблюдаем, или там упадка, падение мы не наблюдаем. Но ВВП, а ВВП покажет совершенно другую цифру. Одного года совершенно другой цифры другого года. Почему? Потому что, опять-таки, у нас есть рыночная цена. Ну, вот в данном случае груши, это была одна рыночная цена, да. Ну, неусловно, за одно яблоко один доллар, а за одно яблоко два доллара. Вот рыночная цена. Мы берем то, сколько государство готово на это само потратить. Вот и все. То есть уже какая-то неувязочка. Тут рыночные цены, тут какие-то другие цены. Ну, по сути, наши с вами налоги. Уже имеет место быть какой-то травой. Вообще само понятие услуги. То есть мы говорим, что ВВП, но учитывая товары и услуги. Товары, ладно, ок, их можно померить. Светильнички, лампочки, шторки, гусики. Оно все, то есть оно трогательное, жмакательное. Его можно понять, сколько было произведено, сколько было продано. Норм. Что такое услуги? У меня 10 лет работы в журналистике из обещания. Ну, это вообще эфемерное нечто, да? Разработка логотипа. Та-дам! Ну, то есть что мне для этого надо? Лист и карандаш. Ну, это же ручка не надо. Карандаш и голова. Все деревья. Все, больше ничего не надо. Но стоимость логотипа, стоимость логотипа не равна карандашу и бумажке. Точно так же в ряд других услуг, консалтинговых, там еще каких-то. Вы сами отличные, понимаете? Опять-таки, оно берется среднерыночное. То есть какой этап? Да? Там аренда квартир. В среднем сдавали по столько. Оп, ВВП эту сумму положит. То есть она ничего не отражает по сумме, на самом деле. Следующий момент, очень скользкий такой момент. Это вопрос ВВП, опять-таки, и бойкота товаров. Дело в том, что, а вот тут начинаются такие интересные игры, игры разума. Дело в том, что, я там не зря почерпнула слова, товары произведены в границах государства. То есть нам все равно, для расчета этого страшного показателя, опять-таки, которым страны все мирятся, год дом, который построил Джек. Так и у нас, да, это Синица. То есть мы постоянно к этому возвращаемся. Для того, чтобы нагнать вот это ВВП, нам нужно посчитать все товары, которые произвелись в Украине, если мы сейчас говорим о нашем государстве. Соответственно, все те производственные мощности, которые находятся в Украине, и так производятся в Украине, в принципе, они нагоняют нам ВВП. Таким образом, получается очень интересная штука. Когда, условно, бойкотируя товары какой-то страны, ну, страны, другой, мы тем самым уменьшаем своё ВВП, ВВП собственной страны. Более того, бойкот этих товаров приводит к потере рабочих мест и так далее и так далее. То есть вопрос очень сложный. Нужно очень аккуратно смотреть на штрих-код товара. Штрих-код он решает, да. Смотреть сзади на этикеточку, на которой будет написано, вот там адресы по должности вырубництва, вот там юридичные адресы, да. И, соответственно, потому что существуют такие моменты, когда мы живём в глобализированном обществе. У нас может быть российский бренд, который на самом деле юридический адрес этой компании, этот бренд раскручен был как российский. Но юридический адрес компании находится в Лондоне. А производственные мощности находятся в Украине. Сюльё закупается в Украине. И таким образом, бойкотируя российский бренд, на самом деле мы не бойкотируем Россию. Мы бойкотируем собственно, мы не даём рабочие места нашим ребятам. Они не работают, они не покупают здесь сырьё, а выгодополучать им всё равно в Лондоне. Имеет ли размер значение, да. Но это в данном случае, это тот случай, о котором я говорила, что для мирового банка, да, это однозначно. Чем больше, тем дружней. Но, опять-таки, ВВП очень интересный показатель, который можно купить как угодно, так что мы, в общем-то, об этом поговорили. То есть я могу нагнать то, что делалось британским правительством в своё время, когда ВВП падал. Опа! Развивается страна. А в Кинимку мы туда держат, она прикольно развивается, и мы, как бы, здорово, потом вытащим эти деньги. Они там приумножатся и вытащим их назад. Ну, как бы да и как бы нет, да. Что делало британское правительство, когда у них падало ВВП, оно было показать страну классно. Оно начало строить дороги. Там ещё что-нибудь делали. Уркис. Большие социальные инфраструктурные проекты. То есть вроде как люди заняты, а безработицы типа почти поменьше стало. Плюс деньги заложили. То есть опять, ХОП, ВВП выросли. Достроили они, достроили. Молодцы. Что плохого в ВВП? Во-первых, ВВП не учитывает теневую деятельность. Ну, не хочется говорить, там, наркотики. Ну да, наркотики не учитывает. Она не проходит по статистике. Ни у одного. Ни в одной стране. Оно не учитывает, я так написала, не официальный хендмен. Ну, условно говоря, вы чего-то закупили, сделали из этого мега много всего креативного. Пошли продавим на грейском искусстве. Ну и вообще об этом никто не знает. Ну и радуйтесь себе. Просто вы повысили свое ВВП. Личное. Это замечательно. Страна этого не видит, не знает, и знать не будет в принципе. То есть таким образом можно вообще в страну, например, на одном хендменде, грубо говоря, и она будет там где-то там 136 место. Да, ради Бога. Накопленное богатство не учитывает экологию, никак не учитывает, потому что оно не считаемое во многих моментах, не считаемое. Ну, вот как бы. И самое главное. Вот этот показатель страшный, которым сейчас замеряются, его стали считать в США только в 47-м году. Я очень хочу обратить вас на это внимание. Страна Кассагер и Кремль, в том числе, его стали считать только в 90-х. Тут немножко не видно. Только в 90-х годах его стали вообще считать. То есть мы к этому присоединились. Поэтому вообще вопрос того, когда начинают экономисты или пресса, которая не совсем хорошо разбирается в моментах экономики, но она такая услышала, типа, ааа, у нас там малое ВНП, все-таки, ааа, все. Жизнь окончена, все. Никогда не может Украина, никак. Ну, бред горящий, вполне же. Мы его считать стали в 90-х годах. То есть как начали, так и окончили. Ну, вот по сути, да. Что, собственно, предлагает сам? Вот для того, чтобы перейти на какие-то новые моменты, да, нет еще разработанных, там, KPI, страны, вот, а давайте теперь мы будем считать так, их нет. Но до того, как они вообще, в принципе, по идее, могут появиться, нужно аккуратненько вложить в головы вообще сам факт абсурдности идеи старого. Но не все, но в данном случае это и так точно. И вот этим занимается, собственно, эволюционная экономика. То есть если в экономике, как бы назвать, экономике прошлого, хотя экономика настоящая, но если в экономике прошлого, главное, убор всегда строился на что? На равновесность ее. Если где-то убыло, то где-то прибыло. Да, ну, то есть там, природа не терпит пустот. Ну, и так далее. Вот то же самое, в принципе, было заложено в экономике, да, вот этот момент равновесия. Все к этому стремилось. То эволюционная экономика, она как раз больше играет на динамику. Почему вот пошло очень классное развитие, очень большое развитие как раз в стартаповских проектах. Ведь их много, они идут плавинообразно, но какая часть из них реально выживает? Ну, хотя бы там после первого года жизни, а не будет там второй, третий, перерастает в реальные какие-то постоянно действующие, усовершенствующиеся бизнесы. Экономика эволюциониста, они как раз упирают на другое. Они говорят, ребята, да не количество денег, главное, которое у тебя есть, а то, насколько ты можешь удовлетворить свои потребности, свои амбиции с этими деньгами. Я могу без денег проехать по миру. Просто автостопом. Супер. Зачем мне деньги? Ну, вторость. Вот смещается акцент в сторону сатисфакции, получения удовольствия. Поэтому, собственно, именно поэтому сейчас за рубежом очень тоже развивается, ну и у нас она идет. Такие два понятия, как дауншифтинг. Это фактически аналог, там, как идея, да? Живи настоящим. Вот. То есть, такой возможность пересмотреть свои вообще приоритеты, жизненные направления, куда ты движешься. И как инструмент вот этого замедления жизненного темпа, не гонки каждый день, не рутинные работы, а возможности, там, типа, стоп, стоп, рацио, рацио, я сейчас посмотрю, что у меня. Как инструмент, это вот используется такой «саботикал» называемый. От слова, там, ну, «сабат», да, там, «священный день». Саботикал – это такой интересный инструмент. На самом деле, действительно, его используют многие компании впервые его, ну, не впервые, скажем так, упоминание о том, что его стали использовать впервые, с таким названием, как «саботикал», приписывается Гарвардской профессории, которая еще там в каком-то, не помню веке, девятнадцатом, наверное. Они использовали вот этот вот, такую возможность, после шесть лет работы они имели право взять оплачиваемый отпуск с сохранением места работы, но оплачиваемый отпуск на год. То есть я в шесть лет проработал в университете, все, я хочу сделать крем-кеш, до свидания. Я встал, ушел, неважно, не трогает работодателя, я пишу научные труды, я пишу книгу, отдыхаю, одну рыбу, ну, неважно, что я делаю, я отдыхаю. И, в принципе, Гарвардская администрация на меня отошла, потому что после этого, во-первых, они таким образом не теряли свою классную профессуру, во-вторых, люди возвращались каким-то, ну, то есть они отвлеклись, они возвращались к какими-то новыми идеями, с каким-то пересмотром чего-то, не было вот этого застоя постоянного. Вот этот подход сейчас, в принципе, используют ряд компаний, я написала одни из, там, Google, Intel, IBM и так далее. Я сейчас просто так, по памяти, к сожалению, может быть, не скажу сейчас, но, например, вот BMW, да, тоже, они разрешают взять своему сотруднику оплачиваемый полугодовой отпуск, то есть они платят за эти полгода, да. Единственное условие – это нужно самому договориться с коллегами, распределить свою нагрузку вверх. Вот если договоримся – оп, иди. Потом это дается абсолютно любому сотрудникам, концерта. То же самое существует у Google, там можно на год, если не ошибаюсь, от 3 до года там взять тоже такой вот оплачиваемый опуск. Единственный момент – просьба такая, как бы, компания, что этот отпуск должен быть потрачен на какую-то созидательную инициативу. То есть поехать, там, помогать детям в Сомали, или там, ну, еще чего-нибудь. То есть какая-то волонтерская работа должна присутствовать в вашем отпуске оплачиваемом. Но, как вариант, то есть компании стараются, опять-таки, со своей стороны, компании стараются вот этот вот эволюционный подход уже внедрять сейчас. Те моменты, которые, и труды, которые можно было бы почитать и посмотреть, если это будет действительно интересно, это очень классная книга «Секреты экономических показателей». Правда, она, ну, американец, поэтому там все очень просто. Пять слов предложений – точка, пять слов предложений – точка. И читается очень легко, вообще, фактически, лайфево. Умного много, но оно легкое. Поэтому, вот, как вариант, ниже просто, фактически, отца – основателя эволюционной теории, как таковой. А вот Валман Бернард – это человечек, который все-таки взял себя в руки, сел, написал очень хороший, грамотный труд, и в котором мы точно так же говорим – зачем ты это делаешь, глупости какие-то, типа, работает – работает. Ну, вот, он фактически каждый показатель разложил и расписал там, типа, «А вот, что будет, если?». И там, вот, вся подноготная, в общем-то, в самом деле, видна. Вот, как и сейчас мы пришли, собственно, в силу. То есть, в современных, именно, газетах, в каких-то статьях встречается, что, вот, государство собирается потратить на какую-то отрасль только до процента ВВП. То есть, получается, еще большая глупость, если вот сам ВВП ничего не учитывает, а тут бы еще 0,1% или, там, 10% ВВП. Ну, да, ну, вообще, как правило, экономические новости, тут ситуация какая, я никому не хочу обидеть, вдруг присутствует. Но, поскольку, вообще, самая песочница из бизнесовой журналистики, то, по опыту, вот, приходит человек, ну, в данном случае, журналист, например, который, его научили писать, его научили брать интервью. Но, ему что ВВП, что ЛНП. Ну, суть есть, собственно, разные. И все. Он немножко не понимает. То есть, ему он приедет на интервью, он говорит, платы за вход нет. Ну, например, да, в супермаркетах. Отменили плату за вход. Как это? Ну, то есть, я просто объясняю. Это, если вы хотите положить свой товар на полку, там, розничных сетей, вы платите за это. Просто за то, что вы кладете товар. Он, что не продался, вы же заплатили. За полку отдельно заплатили. А вот он приходит и говорит, там, платы за вход. Ну, то же самое с МВП, понимаете? То есть, очень часто просто информация, если вдруг нечаянно где-то редактор не досмотрел, не запроверил, да, очень часто информация просто, она звучит так, что ее читаешь, если ты в теме, то ты, она вообще, это, ну, какой-то непонятный язык. Руки внизу такое. Что-то свое. Поэтому, на самом деле, да, получается глупость. Я? Ну, да. А вот вы сказали о том, что они используют вот этот садарикл для того, чтобы не максимизировать доходы в крупной корпорации, а для того, чтобы выговорить людей. Но тем не менее именно расчет на тех людей, которые будут довольны своей жизнью после своего отпуска, это, это решет не на уменьшение дохода от компании, а наоборот увеличение. Как это объясняет эволюционная экономика? Что, но все равно, это не отходы к максимизации дохода, а это другой способ получить эту максимизацию? Смотрите, в данном случае, потому что я говорил, авиационная экономика, она больше рассматривается в момент с точки зрения потребителя. То есть, в основе экономики традиционной, в которой мы сейчас живем, лежит такая штука, как максимизация своего личного дохода, моего, вашего, кого угодно. Вот я хочу больше. И, как правило, считается так больше, дальше идет переводочить деньги. А тут вот эта эволюционная экономика, она больше как раз нацелена на то, что я хочу больше, но мне не важно в деньги. Я хочу больше получить возможности и использовать эти возможности. Не просто их получить, но еще их использовать. И тут как раз вот дается такой момент. Да, с точки зрения, конечно, корпорации не филоматологи. Они этим не делают. Ну, то есть, это очень классный такой пиар-повод. Рассказать всем о том, что, ребята, смотрите, какие мы трущики, видите, как мы просто взяли, и вот сотрудникам вложили, а какие мы умнички, друзья. Ну, трогательно, супер, как корпусы. И филоматологи, замечательно. Но мы отлично понимаем, что таким образом, во-первых, а, человек вряд ли не захочет вернуться назад в такую компанию, да? Во-вторых, опять-таки, компания получает классно мотивированного человечка со свежим взглядом на пределы. Почему бы и нет? Она не выращивает, говорит, а, ну все, ты ушел, да, пока дверь там. Возьмем нового, начнем расти. Зачем? Ну, зачем? Если можно с тем же человеком продолжать отношения, которые, в общем-то, в теме и... Как шла училась в «Черн Продолжение следует...